Вопросы, касающиеся внутренне перемещенных лиц, борьбы с нелегальными миграционными потоками, вопросы возвращения редмиссий, конечно, мы продолжаем работать над этим. Это правда, что для Испании страны, представляющие интерес для членов пражского процесса, не являются бы особых проблем в этих секторах для нас. Однако мы можем позже поговорить об остальных проблемах нашей миграционной политики в других геофизических регионах. Поэтому мы сосредоточились на вопросах защиты и трудовой миграции. Что касается защиты, у нас есть, я думаю, значительный прогресс в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетних без сопровождения. Мы внесли несколько законодательных изменений в национальное законодательство о защите несовершеннолетних. Мы, например, приняли национальный режим в отношении определения трудоспособного возраста для несовершеннолетних, несовершеннолетних без сопровождения. Мы совершенствовали систему в этом отношении. Это довольно чувствительный аспект трудовых отношений, когда несовершеннолетние лишены защиты. И мы будем менять соответствующее законодательство в этой сфере, чтобы устранить этот недостаток. Недавно внесли проект касательно изменений в законодательстве по определению возрастных рамок. Этот процесс является достаточно интрузивным относительно несовершеннолетних, и мы будем его менять. Мы будем добиваться утверждения этого законопроекта в парламенте. Что касается легальной миграции, которую мы имеем, мы считаем, что это хорошее дополнение ко всем миграционным целям, которые у нас есть. Мы расширили имеющиеся возможности для циркулярной миграции, для стран, которые наиболее в этом нуждаются. Во время пандемии коронавируса мы предприняли много мер, чтобы избежать разрыва нежелательной неравномерности, который наблюдался в Испании. Были люди, которые работали, но потеряли свою занятость, и поэтому был риск нелегальной миграции, поэтому мы должны были бороться очень, я бы сказал, активно с этим. И, наконец, касательно защиты, мы только что приняли систему минимального дохода, на которой имеют право мигранты, которые были в Испании на законных основаниях в течение как минимум одного года до ее внедрения. Так что, просто вкратце о том, на чем мы сконцентрировались. Конечно, мы должны усовершенствовать международное сотрудничество, что очень важно для нас, особенно для нас, потому что у нас есть непосредственная внешняя граница Европейского Союза. И в этом году мы выступили с двумя инициативами в рамках Европейского Союза. Например, мы только что изложили обоснование Атлантического и Западно-Средиземноморского маршрута миграции, и мы только что приняли в этом году на себя почетную ответственность председательства в арабадском процессе. Так что, вкратце, о более-менее основном развитии за последние два года. Пражский процесс, я бы сказал, является одним из наиболее зрелых со всех точек зрения. Есть более амбициозные процессы. Но пражский процесс является одним из самых продвинутых, и, может быть, именно поэтому наш главный интерес заключается в содействии достижению целей деятельности пражского процесса. Кстати, поздравляем с чешским председательством и планом действия, который будет представлен на министерской конференции, проект плана действий, потому что он не только очень хорошо определил направление действий, но мы также чувствуем, очень хорошо отразил зрелость пражского процесса. Многие из составных компонентов этого плана действий было бы трудно перенести на другие процессы из-за недостаточной зрелости, которые мы наблюдаем в пражском процессе. Поэтому сейчас мы стремимся продолжать участвовать в пражском процессе не только для того, чтобы внести свой вклад, но чтобы учиться. учиться тому, как коллективно работать с нашими странами-партнерами, чтобы иметь возможность перенести этот опыт в другие географические регионы и другие диалоги по вопросам миграции.